Здравствуйте! В эфире программа «Читай город» и я, ее ведущая Ирина Владимирова. А город читает рабочую правду. На прошлой неделе депутаты Полевской ДУИ получили подробные ответы из государственных органов на свои вопросы. Газета их публикует. А вопросы самые насущные, например, об организации автобусного движения в Полевском. Конфликт заставил Министерство внутренних дел провести серьезную проверку на дорогах. И вот результат. Выявлены следующие нарушения. Неисправность рулевого управления и другие технические неполадки. Управление в нетрезвом состоянии. Нарушение должностных лиц, в частности, отсутствие согласования с администрацией, схемы движения автобуса. По итогам проверки один автобус поставлен на штрафстоянку. С двух сняли государственные знаки и запретили их эксплуатацию. К проверкам подключилось и управление автодорожного надзора. Наказалось, что те же самые предприниматели нарушают еще и лицензионные требования. Одного из них уже сняли с маршрута. Фамилии нарушителей и подробные комментарии надзорных органов читайте на 13-й странице самого объемного еженедельника города. Газеты «Рабочая правда». Есть в свежем номере и официальный ответ депутатам из Министерства здравоохранения Свердловской области про туберкулезный диспансер в Полевском. Читайте и удивляйтесь. О чем еще пишет рабочка? Давайте вместе пролистаем главные темы номера. Премьер уехал, а впечатления остались. О визите Медведева рассказывает главный очевидец, управляющий директор СТЗ. «Рабочая правда» нашла места отдыха и работы городских хулиганов. Рукоприкладством здесь занимаются постоянно. Охота за медицинской картой. Сколько раз нужно зайти в поликлинику и сколько раз нам нужно повторять. «Рабочая правда» провела собственный эксперимент. «Радуга дружбы» зажглась в дворце культуры СТЗ. Традиционный день единства собрал представителей 17 национальностей. И чуть подробнее. Больше недели прошло с момента приезда в Полевской председателя правительства России Дмитрия Медведева. Но до сих пор полевчане спрашивают друг друга. «А ты Медведева видел? Что он говорил? Что-то ему понравилось?» Сегодня «Рабочая правда» предоставляет возможность узнать ответ на эти вопросы от главного очевидца. Ведь общались с премьером немногие. Премьер-министр был искренне удивлен, когда понял, что на металлургическом предприятии не пахнет газами и снег на территории завода белый. А увидев наш непрерывный стан в действии, Дмитрий Медведев не удержался и сделал снимки на память. Об этом рассказал управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев в интервью руководителю пресс-службы СТЗ Александру Федосову. Насколько хлопотно принимать второе лицо государства? О чем Дмитрий Медведев говорил с сотрудниками завода и с промышленниками? И какое желание загадал управляющий директор СТЗ Михаил Зуев, находясь все время между двумя Дмитриями, да еще какими, Пумпянским и Медведевым? Подробности на 16-й странице самой народной газеты «Рабочая правда». Рабочая правда на прошлой неделе провела собственный эксперимент. Наша молодая коллега Мария Полищук решила взять справку в поликлинике. С работы она отпросилась на два часа в надежде, что успеет. Приходите вы во взрослую поликлинику, а вам говорят, нужна медицинская карта. А карты вашей у нас нет. Сходите в поликлинику детской, может она там затерялась. Вы благодарите за совет, бежите сломяк голову под моросящим осенним дождем. Лестница, дверь, регистратура. Карты нет, отвечают вам. Спросите у вашего участкового врача. Стоит ли говорить опытным пациентам, что на работу в тот день Маша уже не вернулась? Когда и где Марии удалось найти собственную медицинскую карту и почему все старания оказались напрасными, узнаете, прочитав поучительный материал на 14-й странице самой доступной газеты «Рабочая правда». Читайте внимательно, чтобы не проводить эксперименты на себе. Ну, конечно, это не все новости. В свежем номере «Рабочей правды» узнаем, кого освободили от уплаты земельного налога, зачем на сцену Мраморского вывели танки и для чего в Полевском срочно собирали добровольцев. Будьте в курсе событий с газетой «Рабочая правда». Хотите получать новости первыми, с доставкой на дом, оформите подписку. Адреса и телефон сейчас у вас на экране. Не забывайте, каждый подписчик «Рабочей правды» бесплатно получает еженедельник «Северский рабочий» в газете «Все новости» городообразующего предприятия. Вот некоторые темы свежего выпуска. Свежий номер газеты «Северский рабочий» вышел на восьми полосах. Кроме главной темы разговора премьер-министра страны Дмитрия Медведева с рабочими предприятия, газета предлагает читателям вкладку под названием «Молодежный форум ТМК». Подробный рассказ о юбилейной научно-практической конференции с фотографиями победителей, рецепты молодых исследователей, рассказ о встречах в неформальной обстановке с первыми лицами трубной металлургической компании. «Северский рабочий» в преддверии своего юбилея продолжает перелистывать страницы истории заводской газеты. Сегодня о газете конца прошлого века и начало нынешнего рассказывает член Союза журналистов России Евгений Кожевников. Новости города и завода подписчики узнают одновременно. Но если вас интересуют не только заголовки, открывайте газету. Полезного и увлекательного вам чтения с газетой «Рабочая правда». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова